В Южно-Сахалинске стартовала интенсивная смена по модели «Сириус». Впервые ее запустили сразу по трем направлениям – это наука, искусство и спорт. Участниками стали около ста одаренных детей из восьми районов области. 21 день ребята проведут в лагере «Восток». Там с ними ежедневно будут заниматься преподаватели изостровной столицы, а также специалисты со всей страны. Все ребята здесь – выдающиеся таланты. Это победители городских и областных спортивных соревнований, олимпиад и конкурсов. Елизавета Скотаренко для себя выбрала трек искусства. Девушка занимается живописью и в будущем мечтает стать дизайнером. От участия в смене ожидает улучшения навыков и новых знаний. Хочется попробовать поработать также с новыми преподавателями. Вот сегодня, допустим, у нас уже начались занятия. Мы смогли себе попробовать на постановке. Нам поставили две постановки. И также, наверное, хотелось бы получить какие-то новые знания в плане сферы искусства, истории. Узнать что-то новое также от педагогов с материка. На направление искусства зачислили 24 школьника в возрасте от 12 до 16 лет. Участников ждет пленэр – учебная практика на природе. Занятие для них будет проводить опытный педагог из Санкт-Петербурга, уже знакомый с моделью «Сириус». Я приехала сюда учить детей живописи, немного рисунку, немного просто раскрыть им некие другие горизонты, рассказать им про академическую школу, про академическое искусство, в принципе. Поскольку до Питера, конечно, далековато, до культурных центров. Но я думаю, что если не гора идет в Магомед, то Магомед идет в горе. Поэтому, в общем-то, хочу привезти немножко Питера сюда, в Сахалин. Крутых специалистов пригласили и для участников других треков. Так, например, в направлении спорт, которое поделено на баскетбол и плавание, школьников ожидают занятия с именитыми спортсменами. Всего обучения пройдут 48 детей. Тренировки будут проводить утром и вечером по два часа каждая. Ну, во-первых, передать, конечно же, опыт юным пловцам, в моем случае, рассказать все то, чего они еще не знают, показать им на своем личном примере, что с детского возраста возможно дойти до ступеней перестала почета на самых высоких международных соревнованиях. По треку «Наука подростков» ожидает знакомство с языком программирования Python и обучение управлению беспилотником. Также участникам расскажут о работе с искусственным интеллектом. Особый акцент сделают на том, как использовать нейросети этично. Замечательно, что эта программа включает в себя не только профильные направления, а интегрирует ее, гармонизирует с общими направлениями дополнительного образования, такими профессиональными пробами. Хорошо, что вот эта площадка включает ребят уже не только в образовательном процессе, а непосредственно в летний отдых и оздоровление. Образовательные смены длиной в 21 день планируют проводить до конца лета. А уже с 1 сентября в Южно-Сахалинске откроется центр «Сириус». Он будет работать на постоянной основе и принимать ребят со всего Дальнего Востока.